Привет, дорогие друзья, меня зовут Олег Брейн, и мы потихонечку продолжаем изучать игрушку с интересным названием Inverbis Virtus. А давайте вспоминать, что мы где остановились. Так, почему мы играем с клавиатурой? У нас же геймпад есть для этих дел. Так, прекрасно. Фух, тут мы сохранились, и насколько я помню, надо было там пройти далее, либо здесь поискать какой-то проход. Возможно, что-то где-то тут у нас имеется. А, нет, вроде что-то такого я не вижу. Давайте посмотрим, что это у нас. А, вроде как, можно почитать, да? Так, воу, 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 тихо. Observer это, по-моему, переводится как наблюдение или наблюдатель, да, что-то такое. А, то есть получается, что, возможно, за нами кто-то где-то следит. Хорошо, хорошо. Меня этот расклад немного устраивает даже в этой игре, учитывая, что я могу... А что я могу? Люментиам. Пожалуйста. Только, на самом деле, Люментиам у нас должен был быть немножко другой тип заклинания, но не страшно. Ничего страшного в этом нет. Октолюмен. Во, это у нас октолюмен. Люментиам. Вот, пожалуйста. Наколдовали. Я предлагаю пойти поизучать уже в левую часть этой пещеры. Там у нас, судя по всему, судя по звукам, водопад. А по всему надо быть предельно осторожным. О, красиво, конечно, но я боюсь, что падать туда сейчас явно не придется. Ты что, застрял, что ли, мать твою? А почему-то в этой игре происходит такой глюк забавный. Я иногда... Октолюмен! Жарь, жарь, ублюдка, жарь! Да, дерьмово дело. Фух, что могу сказать, друзья. Мы с вами просто-напросто по глупости погибли. Даже не по моей глупости, а скорее по недоработкам игрушки. Потому что я застрял, я не мог ничего делать. И двигаться, естественно, было никак нельзя. Так, это дело мы сейчас прочитали. Ну что ж, давайте сразу, я думаю, перейдем к делу. Да, тут как бы и так видно, как пройти. Я думаю, что залажать мы тут не сможем. Октолюмен! Отлично. Только появятся эти мелкие засранцы, тут же брюняшка их выжит нахрен. Бегут, бегут, бегут! Бегут, ебеночи мелкие! Так, иди ко мне. Жги, давай, жги! Что, такой противный звук еще. Готово. Когда их остается слишком мало, они начинают просто улепетывать. Потому что их меньше, и они как бы по стадному инстинкту просто сваливают в освояси. Слушайте, такой громкий прям звук. На самом деле, всегда, когда если вы находились вживую возле водопадов, приходится разговаривать... Чуть ли... Ой! Господи! Чуть ли не на повышенных тонах. Тонах... Ох, нет. Люментиам. Не, не то. Люментиам. Вот так. Хорошо. А, собственно... Собственно-собственно, куда нам надо-то? Где мы с вами были? Грибы. Мы были с вами возле грибов, получается, да, только что? Ладно. Пошли потихонечку. Будем смотреть. Ух. Да, игра, конечно, колоритная, очень красивая, очень необычная. И, насколько я понял, эти твари обитают вот в этих маленьких норках. А иногда они, я так понимаю, либо на нас агрятся, либо просто там выходят, там, ну, пропитание себе поискать, там, что-нибудь... Прокормить же тебя же как-то надо, их очень много. Правда, вопрос, что они едят, учитывая, что здесь как бы больше никого и нет, я не замечал. Вау! Серьезно? Так. Что-то похоже на звезду Давида, нас сейчас встречает на этой платформе. Я даже не знаю, радоваться мне или нет. Вау! Ну, пошли. Пошли посмотрим. Там какая-то нездоровая канитель у нас творится. А здесь просто изумительная вода. Может, что-то можно взять? Я даже не знаю. В этой воде вроде ничего полезного. Эти кристаллы хоть как-то лутабельные? Давайте проверим. А, ок, то... Так, надо убрать. О, красиво как. Так. Смотри, какая лепута. Лепута! Ну, Unreal Engine 3, в принципе, может себе позволить такие красоты. Да, куда мы попали с вами? Что за чертовщина? Напоминает по стилю загадки, которые встречались в Скайриме. Серьезно, такая вот тема была. Так. Octalumen. Так, Octalumen у нас есть. Я так понимаю, что это у нас такая как бы нерекурсия. Я точно не помню, как она называется. В общем, можно играть со светом. Во многих игрушках, где есть хоть какие-то головоломки, такая тема встречалась. Когда-то на канале я проходил игру под названием Beyond Good and Evil. За гранью добра и зла. Одна из моих тоже любимых игр. И там была, я помню, тоже такое вот подобное. Вопрос только в том, что нам надо открыть. То есть, эта дверь у нас уже открыта, да? Может, она навести еще раз? Давай попробуем. Так, и луч попадает, получается, вот сюда, да? То есть, он должен попасть... А может, просто просветить? Это было бы слишком просто. Так, он идет наверх. Ну, смотри, по логике, по логике. Либо вот эти вот боковые... Должны, да, как-то попадать? Либо вот этот центральный. Но мне надо контролировать, я ж не вижу, в принципе. Предположим. Судя по звуку, вроде как ничего не открывается. О, подожди. Смотри. Получается, что какой-то... Так. Давай, 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 родной. Еще немножко. Еще совсем крапульку. Так, оно попадало, да? Нет, не попадает. А, в принципе, понятно, как это, что делать. Может быть, эти? Так, эти идут в другую сторону. Значит, вот это. Это идет в эту. Сейчас мы все про это самое протычем, посмотрим. Мне надо как-то стать так, чтобы я мог видеть и дверь, получается, да? Может, вот это? Ну, вот как-то вот так, что ли, прижиматься. Так, она, смотри, если попадет сейчас в кристалл, допустим, да? То есть предположение? Да, попробуем. Нет? Она не попадает в него. Надо, может, ближе как-то. Что-то я смотрю, чудо вроде как не происходит. А если как-то под углом сделать? Вот как-то так. Но, опять же, для этого мне придется очень эпично так выкрутиться. Хорошо, давайте попробуем эту сторону. Может, что и получится. А если я буду стоять прямо под ними? Так, луч идет туда. А этот луч идет в нашу сторону как раз. То есть, если выкрутиться... Во, смотри, он как раз в сторону двери светит. Не, по идее, вот если бы я был разработчиком, то есть мне надо было бы видеть. Может, я могу это крутить? А, потому что, по-моему, в той же Ларри Крофт вот эти штукенции можно было прокручивать. Так, ну, понятно. То есть, нам намекают, что мы должны точно так же сделать. Цвет пройдет, допустим, через вот этот вот камень такого лазуритного цвета. И дверь откроется. Ну что ж, давай смотреть. Так, это не варик. А что нам дает центральная? Центральная попадает сюда. Видишь, как интересно? Ну, еще раз. Это попадает, получается, куда-то вообще наверх. Центральная что дает? Центральная тоже наверх идет. Так. Это мне как-то очень странно она утражает. Я не могу понять, по какой системе это. Вроде как должно быть... Во, во, смотри. Точно! Во, видишь? Немножко пока наебили, но зато нашли выход. Отлично. Надо было просто все это изучить. А проблема в чем, друзья мои хорошие? В играх, допустим, от третьего лица, как бы вы это бы все видели. То есть было бы, мне кажется, проще. В игрушках от первого лица это сделано, ну вот как-то так. Так. Люмин Тиам. О, пожалуйста. Немножко... О, боже. Не могу ничего сделать. Потому что здесь у тебя определенные сферы, где заклинания наши блокируются. Так. Можно пойти вниз. А что у нас там внизу? Там, по-моему, какой-то спуск, пещера очередная. Давайте попробуем наверх. Наверняка что-то интересное. Люмин Тиам. Люмин Тиам. Люмин Мотиву Тиам. Работает. Между прочим-то. Слушай, она здесь работает. Может, я могу с ней что-то сделать? Так, убери. О, кто Люмин. Так. Ничего полезного не происходит. Люмин Тиам. Люмин Тиам. Ну, видишь, как вот нежно. Вот так. Люмин Тиам. И все сразу работает. Фух. Такое дежавю, как будто я сейчас играю в Форест, где мы якобы пытались найти сына. Тоже была закрытая дверь. И никаких ни замков, ни намеков, ни на что. Что-то там, по-моему, просвечивалось. А я вижу там, по-моему, тот же зал, который у нас сейчас был, где надо было играть с этой световой рекурсией. Ну что ж, давай посмотрим. Может, что-то где-то светится. Октолюмен. Может, где-то что-то подсветить. Нет, не работает. Люмин Тиам. О, а вот теперь оно не работает. Видишь здесь? Люмин Тиам. Люмин Тиам. Пожалуйста. Нам остается только пробраться вот здесь. А как мы тут видели ранее, тут у нас... Тут у нас, ребята, все плохо. Ну что, я попробую пропрыгать. Я не знаю, как у нашего мага со здоровьем... Ой, мне классно Олежка хотел пропрыгнуть. Ну, вот как-то так. Да, такое дерьмецо тоже бывает. Мама гриб, папа гриб и грибные детки. Замечательно. Что может быть няшней, чем это? Люмин Тиам. Нельзя. Ух, что это такое у нас тут? Какое-то злачное место. Реально похоже на две мирские подземелья, но какие-то более красивые. Потому что, как мне кажется, движок... Хотя двиглоан, это самое скайримовское, в принципе, тоже может давать такую красоту. Так, тут что-то есть. Люмин Тиам. Марк оф Комманд. И что? Читать это нельзя. Может, светом? Октолюмен. Светом выжечь эту красоту нельзя. То есть, получается, что мы должны изучить с вами какой-нибудь новый такой вот приемчик. И, я так понимаю, либо путь расчистить, потому что там явно можно пройти. Там что-то есть. Я не хочу опять забаговаться. Не хочу опять застревать. Давайте глянем, что у нас тут. По-моему, такой вот глаз встречается... Ну, похоже, да, у нас? В египетских разных символах. Да? Что-то такое у нас имеется. Люмин Тиам. Люмин Тиам. Люмин, мать его, Тиам. Люмин Тиам. Во. Хоть не с первого раза, но хотя бы можно посмотреть, что у нас тут имеется. Что-то такое. Это можно взять? Судя по всему, нет. Так, с этим глазом какое-то взаимодействие у нас вообще имеется? Так. Ладно. Давай потушим это дело. Честно говоря, меня немного стремает этот глаз. Понять бы еще, что там тут делать. Может, там что-то сзади есть? Я не хочу туда прыгать. Мне реально страшно, потому что придется все это заново перепроходить. Так, подожди. В чем-то тут должна быть загвоздка. Может быть, этот глаз должен каким-то лучом это протаранить? Хрен его пойми. Что мы вообще писали? Так, сейчас, походу, здесь у нас и кроется тайна. Подождите, да. То есть, получается, нам советуют находиться возле этого глаза. Я так понимаю, видимо, смотреть на него, да? И что-то должно произойти. Допустим, я вот встал и смотрю на него. Но чудо не происходит. Может, надо что-то сказать? Глаз! Откройся! Откройся! Не? Ладно. Может, где-то стать даже не знаю. Слушайте, по-моему, музыка пропала. Притом полностью. А нет, вернулась. Ладно, сейчас будем думать, что делать. Так, ребята. Я смотрю на глаз и начала играть музыка. Другая музыка. Какая-то мелодия. Так, вот я в центр, допустим, навелся. Давай, родной, работай, мать твою. Странно, конечно. Так. Смотрите, наш персонаж начал щуриться. Я не знаю, я просто начал посматривать периодически на этот глаз. Получается, что... Ну, как и писалось у нас в записке по поводу наблюдателя, что если мы все правильно сделаем, то попадем к Вербису этому, что ли? Вот к этой прекрасной леди. Мать его, богиня внутреннего света. Вау. Вау, вау, вау. Эвиял, Эккану, Элээ, Эккамэк, Гулви, Келайл и Эктуда. Сладенькая моя, ты можешь как-то выражаться... О, смотрите, она нас научит сейчас как раз новому заклинанию. Чудесно. И что мне делать? Чего сказать? Худаки? Да и... Чего еще раз? Повтори, пожалуйста. Так. Таи-Уда. О, работает! Замечательно. Ти-А-Уда или Таи-Уда. Ну, в общем, как-то так. В общем, до смотрителя этого мы добрались. Вот. Вот мы с вами и выучим. Давайте послушаем, как оно звучит. Ти-А-Л-У-да. Ти-А-Л-У-да. Во. Ти-А-Л-У-да, пожалуйста. Сейчас посмотрим на практике, что это нам дает. Так, еще раз как? Ти-А-Л-У-да. 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 У тебя такая елда, Ти-А-Л-У-да. Так, сейчас посмотрим. Ти-А-Л-У-да. Ти-А-Л-У-да. О, пожалуйста, с юной шутки плохи явно были. А вот это, пожалуйста. Лю-Мэн-Ти-А. Так. Слушай, работает. О, сейф, отлично. Сейчас засейвимся как раз в тему. Мы довольно много с вами прошли этого дела. Так, мышка, пожалуйста, активируйся. И сохрани меня вот здесь. Чудненько. Надеюсь, что все теперь будет работать нормально. Так, Ти-А-Л-У-да. Значит, надо будет запомнить. Хорошо, сейф у нас есть. Я, в принципе, более-менее спокоен в этом плане. А давайте глянем, где у нас могли бы еще быть эти символы. Символ у нас был зеленого цвета, да? У нас была комната. Там были какие-то то ли мосты, то ли еще что-то. Помните, в самой первой серии я туда попал и, в принципе, не знал, что делать. То есть я реально растерялся. Есть вероятность, что надо как раз туда и вернуться. Давайте попробуем. Потому что там было все зеленое. Мне кажется, что как раз где-то там можно найти этот зеленый символ. Но есть одна маленькая проблемка. Оно было очень-очень далеко отсюда. Поэтому придется возвращаться сейчас. Такой далекий путь. Я не очень в играх люблю такие моменты, когда надо долго идти куда-то назад, потом вперед. Есть такие игрушки, но без них, как видите... Мата на тебя не хватает. Так, сюда. Знаете, в отличие от того же, допустим, Раста или каких-то других игрушек, здесь распрыжка очень даже кайфовая. Так, все, я забрался. Я предлагаю пойти еще раз посмотреть эту дверь. Может быть, какой-то скрипт сработал, и сейчас я смогу... Что-то где-то открыть. Тикс. Вроде ничего такого нет. Обычно символ как бы... Что-то было? Символ у нас подсвечивался зеленым светом. А здесь ничего такого я пока не наблюдаю. Хорошо. Значит, нам получается не сюда. Я пока свет включать не буду, чтобы потом не тратить время, если появятся мелкие засранцы. Так, вот сюда. Очень классно. Такие зеркальные полы. Жалко, конечно, что мы с вами не отражаемся, но я думаю, что это не так критично. Так, а вот и моя платформа. Станция, мать его, петушки, да? Хватай мешки. Поехали. Насколько я знаю, вроде как в этой игрушке есть поддержка Oculus Rift, то есть вот этого шлема виртуальной реальности. Все дела. О, отлично. С ним, мне кажется, было бы очень классно. По-моему, к этому шлему, я уже рассказывал, продаются такие перчатки специальные, которыми можно было бы это дело все колдовать. Ну, не к этой игре, а вообще, в принципе. Люментиам. Люментиам. Люментиам, бич! Сучка, Люментиам, я сказал. Не работает. Люментиам. Ну, Люментиам. Ну, пожалуйста, я же не вижу ни хрена. Люментиам. Во. Когда говоришь, что ни хрена не видишь, тогда оно как-то уже более снисходительно. Так, здесь ублюдки. Здесь мелкие засранцы. А, ок-то, Люмен. Сейчас мы выжим ваш с этой земли. Давай, 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 давай. Воу, 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 воу. Тихо. Уходят. Отступают, мать его. Такое себе тактическое отступление. Все правильно делают. Мы немножко энергии пособираем. И можем двигаться далее. Нам предстоит сейчас очень далеко возвращаться. Так. Тихо. Тихо, шам. Эти серпантины, конечно, вещь интересная. Но надо как-то знать меру. Опа, отлично. Очень будет жалко, конечно, если я упаду. Я умру, но здесь с сейвами, я так понимаю, с чекпоинтами есть беда. Фу. Вот, честно сказать, я точно не помню, где оно находится. Очень хочется надеяться, что мы это дело с вами и так отыщем. А, вопрос на засыпку. Эти кристаллы здесь были? Интересно, что это за минералы такие у нас тут, да? Интересно было бы посмотреть. Так, снова распрыжка. И снова придется вот так вот делать. Так, вот сюда давай. Люментиам. Ну, пожалуйста. Ай, не разрешают нам пока. Возле этих так называемых то ли тотемы, то ли еще что-то запрещено колдовать. Не знаю, зачем это сделано, а с какой целью. Хопа. Люментиам. Тоже нельзя. Сейчас отсюда уйдем. И я думаю, что где-то здесь уже... Вау, 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 вау. Бегом, бегом, бегом. Люментиам. Отлично. Наверное, сюда. Я не знаю. Я реально не знаю. Сейчас побегаем, поищем. Может, где-то найдем. Очень хотелось бы верить, что я бегу туда, куда надо. Так. Тут у нас охранялка. Сюда мы, в принципе, пришли. Так, давай смотреть. Ага. Давай попробуем направо. Мне кажется, что, в принципе, это как раз могло быть здесь. Если не здесь, тогда еще дальше вернемся. Так, давай сюда. Там что-то двигается. Я слышу там какое-то движение. Что это, вау-тофак? А, да-да-да-да. Так. Подожди. Либо мы там уже были. Что происходит? Тихо. Аккуратно. Подожди. Я же тут был, да, получается? То есть я тупо вернулся. Потому что некоторые места здесь очень похожи. Один в один. Вот. Было или не было? Вот вопрос. Давайте его на засыпку. По-моему, мы тут не были. Ой, ой, не были. Эти летучие хрени вроде у нас тут не в этой локации, да? Ладно. Фух, я тут вернулся, и оказывается, в место, где мы уже с вами изучали одну из этих магических штукенций. Так. Тут можно почитать, видите, за ними об этих способностях более детально. То, что я пропустил первые серии. Ну что ж, побежали дальше искать, куда нам надо. Оказывается, в тот раз мы вернулись там, где уже были. Ну, тут реально можно запутаться. Самые настоящие мотивы лабиринты. Ну, давай сюда. Давай пойдем сюда посмотрим. Здесь уже что-то вроде... Да, здесь мы тоже были. И получается, что надо. Надо вернуться вообще полное начало туда. А, где была эта лестница? И подняться по ней. Фух, так, значит, сюда давай. Люментиам. Во. Хоть какой-то свет. А, так. Так-так-так, давай сюда. М-м-м-м-м. Давай сюда. Проверим, что у нас с этой стороны. О-о-о-о. Да, вот сюда нам и надо, походу. Давай. Я помню эту темноту. Я помню эту жесть. Это самый первый наш такой серпантин. Учитывая, что здесь кромешная просто тьма. И надо это дело пройти. Ай-яй-яй-яй. А кто люмен? Ой, не-не-не, не октолюмен. Люментиам. Люментиам. Фу. По-моему, вот сюда. Насколько я помню, это было у нас здесь. Помните, ребят, мы там из камней с вами выстраивали такую себе дорожку. Своеобразно. И по ней мы попали в комнату, которая нам как раз и нужна. Так что все, мы с вами идем правильно. Верным путем идешь, Олежа. Ну, главное, чтобы там что-то дальше открылось. Ну, я надеюсь, что там есть этот символ. И с местом я не ошибся. Очень красиво, кстати. Реально очень классная тема. Так, спогнали. Воу-воу-воу, что за прыжки-то? Я думаю, что здесь можно сохраниться. Раз, такое дело, да? Сохраниться захотелось. Раз, два, три. Да, он там где-то из камней. А в скалу как раз был проходец. Ну что ж, давай попробуем. Мы сохранились, то есть терять нам, по сути, как бы нечего. Давай. Готово. И еще разок. Так, значит, надо сзади изучить, потому что люди начинают бомбить, что ты не изучаешь, что делаешь. Во. Пожалуйста. Как раз про все это нам расскажут. Так, а теперь вопрос. По-моему, это вот тут мы выстраивали, да? Ход из камней этих. Аккуратно. Люмин, тьям. Ай, что ж, хитрая задница. О, пиздюки. Так, надо бежать. О, окта, Люмин. Быстро жги, жги. Давай, 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 давай. Какие же засранцы, а? Ну, как вы видите, мы восстановили разницу. То есть, по сути, ничего страшного. Побежали. Вот, слава тебе, господи. Вот тут все было зеленое. Почему-то мне показалось, что здесь... Где они? Где они кряхтят? Так, теперь остается найти, типа, какой-нибудь проходец. А сейчас будем искать. Вот какой-то свет. Может быть, этот символ как раз нам подскажет. Посмотрим. Так. Насколько я помню, да, вот тут они летали. О, кто, Люмин? То есть, я бы мог их пожечь. Да, можно делать это. Вот таким вот делами заниматься. Ладно. Так. Куда ты показываешь? Во! Во-во-во-во-во. Так, как ты там зовешься? Твою налево. Тиал-уда. Тиал-уда. Господи, изусе. Вот оно как. Вот они. Наши с вами запары тут, да? Ладно. Пока эти лалки снова не прилетели, я предлагаю перебежать. Хорошо. Что мы в итоге имеем? Красиво. Так, главное, чтобы они здесь нам не мешали. Я думаю, что тут можно засейвиться. Ай, блин! Говно! О, кто, Люмин? О, кто, Люмин, мать твою? О, кто, Люмин? Давай, 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 родной. Быстро, быстро, быстро же! Беги, беги, беги. Ай, говно какое! Боже, а где же я засейвился-то? Фух, не так-то далеко. Сейчас вернемся к тому моменту. Ну что, ребятки, чтобы еще раз так не зафейлиться, давайте сразу активируем... О, кто, Люмин? О, как только мелкие засранцы появятся, мы им сразу же зададим жару. Так, откуда они идут? Где-то справа, вон они. Давай, 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 давай! Отлично. Главное, близко их не подпускать. Во, сваливают, ублюдки! Вали, вон нахрен отсюда! Какая мелкая и вредная хрень, а! Все. Ух, с этими лалками мы расправились, слава богу. Давайте я все-таки сохранюсь, и мы уже посмотрим в следующий раз, что же там будет далее. А вы не забывайте, друзья, оставить пальцы вверх, если вам нравится эта игра. Это меня очень поддерживает, будет очень приятно. Ну что ж, давайте засеемся. Нам мышка в этом деле помогает. Отлично. Все, до скорых встреч тогда. Спасибо, что смотрели. Вы знаете, вы самые лучшие. Пока-пока. Продолжение следует...